Они оказывают помощь тем, кто ушел воевать, и их семьям. В Бийске собрались представители нескольких районов – Залесовского, Зонального, Троицкого, Косихинского и других. В каждом при администрации создан фонд поддержки, который пополняется из бюджета территорий и за счет отчислений спонсоров. Местные власти привлекают к сбору средств большой круг благотворителей, например, в Целинном районе сельхозпроизводителей. Мы написали прошение, уважаемые товарищи, просим оказать вас посильную помощь. Но мы маленько по-другому сделали – 100 рублей с гектара. Знаете, никто не отказал. Никто. То есть мы за две недели собрали 6 миллионов рублей. Мы подготовили два автомобиля УАЗика. Один приобрели на средства, которые как раз фермеры собрали, уже отправили. И второй наш, муниципальный, тоже подготовили. Уже нашелся человек, приезжал, посмотрел оттуда, участник СВО, наш земляк, который будет непосредственно на нем выполнять задачи. На средства, собранные муниципалитетами, закупают для участников СВО автомобили, обычные инструменты, пилы, болгарки, приборы ночного видения, квадрокоптеры. Помощь от районов получают и родственники участников спецоперации. Это и покупка дров и угля, ремонт дома, подключение к интернету. Администрации районов изыскивают средства для адресной поддержки. А еще муниципалитеты привлекают средства благотворителей и опираются на ветеранские организации и волонтеров всех возрастов. Они шьют весь мешки, мы туда кладем, как правило, каремат, термосиденье, спальный мешок, немного тушенки, лапши, белье. Сети мы также плетем. У нас новое направление мы освоили супы, то есть сушат продукты, вот эти супы, которые мы уже кипятком заваривать. Александр Прокопьев рассказал о волонтерах Барнаульской академии гостеприимства, которые шьют сейчас дождевики для наших земляков, участников спецоперации. По предложению депутата, плащи будут доставляться в муниципалитеты для адресной передачи. А к сегодняшней встрече сотрудники фонда Александра Прокопьева скомплектовали аптечки для участников СВО. Общей стоимостью более миллиона трехсот тысяч рублей. Сегодня мы с главами районов обсуждали, как идет взаимодействие с участниками СВО и их семьями в каждой территории. Фактически это был обмен опытом. Мы договорились о совместной акции. Я передал аптечки с препаратами от простуды в районной администрации. Они будут передавать их нашим бойцам, которые прибывают в отпуск. Так, благодаря инициативам своих земляков, алтайские бойцы получают помощь не только на уровне принятых стандартов. Меры поддержки расширяются. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.